Ну, наверное, вы наслышали, что у нас в связи народ неторопливый, особо не расстраиваться, если вдруг назначена встреча на 5 часов, это значит, соберемся в 7, начнем в 8, так что ничего страшного. Будем начинать, те, кто пришли, получат наибольшее, я думаю, удовольствие и помнят комплект того, что было приготовлено. Меня зовут Юрий Шестаков, я из города Шинкен, из Казахстана с Южного, для ориентира может быть интересно, это рядом с городом Ташкент, все мы это слышали, 120 километров от столицы Узбекистана находится наш город. Здесь в Москве я по работе, но как хобби, как мое движение души, поэзия, я занимаюсь этим более-менее активно уже в течение 10 лет последних, до этого были робкие попытки. И сейчас уже есть возможность и желание поделиться, этот вечер не первый в моей творческой биографии. Сегодня рад вас приветствовать здесь, в библиотеке 38. Огромное спасибо организаторам, вот Анастасия сидит, сегодня помогает вам, Мария Александровна. Ну что, о городе Шинкене мы уже все видели, потом, если в частной беседе будем говорить что-то, можем еще рассказать о нашем крае. Так как я из Казахстана, то самое первое, что можно сказать о наследии творческом казахской литературе, то имя Абая Кунамбаева, который жил в 19 веке, величайший просветитель казахского народа, который сделал немало пользы, можно сказать, для развития национальной культуры, для взаимодействия наших культур. Он очень много сделал переводов на казахский язык, то, что писали русские писатели и поэты. И было бы норологично начать этот вечер сегодня со стихов, которые написал Абай Кунамбаев. Я их перевел на английский язык, но есть русский текст. И вот мне хотелось бы представить английский вариант для начала, потому что здесь много людей, кто понимает по-английски, наверное. В этом году я был в Индии от имени Казахстана на фестивале Кунамела, и там творчество нашего Абая Кунамбаева было представлено. Вот небольшой, буквально 30-секундный ролик. Вы не можете говорить, вы не можете понимать, что Бог в моем сознании. Но мы говорим, что это имя в моем сознании. Но не забывайте, что Бог не может существовать и существовать в Бога. Легко сказать, вот Бог, но путь к Нему лежит не через слово. Душой и сердцем чистым будь, не надо истине иного. Но Бога не постичь умом, зря мой язык о нем толкует. Сомнений нет, ведь Бог во всем, кто в зримом мире существует. Абая Кунамбаев. Интересное такое мое пожелание, когда занимаешься творчеством, хочется сверять часы с теми, кто пишет тоже с поэтами другими. И, естественно, возникает желание выразить такое пожелание нашему коллективу, нашему творческому цеху. Стихотворение называется поэтом. Суметь так важно в нужный срок, не сочиняя фолианта, возжечь глаголом пару строк, сестрой природного таланта. В любови красной кисть макнуть, и в вечность влиться чистым слогом, вложив в слова и сердце суть, и мудрость, данную нам Богом. Любому кутнику родник дает пусть сверст и прохладный. Тебе, поэт и проводник, кто станет высшей наградой. И в продолжении этого пожелания глашатаем высоких душ. Потому что у меня лично такое всегда представление, что человек, имеющий талант, имеющий способности выдать что-то на очень высоком техническом и духовном уровне, наверное, он не имеет права писать что-то такое, что могло бы пойти во вред людям, развитию. Человеческой души. И поэтому мое чистое пожелание также поэтам. Увидеть радость в незначительных вещах, крупицу пользы даже в недостатках, дает тому лишь это качество Аллах, достоин кто блудого отпечатка. Стремиться быть глашатаем высоких душ всегда должны поэт, певец, художник. Понять сумел, чтобы енец и зрелый муж, поскольку мир наш тонок, многословный. Ценить учился дабы щедрость, доброту. С другими завтра светом поделился, описывать людей обычных доброту. Давно в себе и я определился. И здесь немножечко уже о своем внутреннем творческом крыле. Считается делом привычным, что вера земляне различной. Гордиться тем самым не грехом. Своё лишь в душе принимая, такой человек забывает, что корни едины у всех. Условности эго рождает, покуда себя не познает, живущий всегда по уму. Отсюда и ссоры, и войны. Поэтому мир беспокоен. Не просто ему самому. Религии, расы, народы, сословия, плеля, доходы, делением нету конца. Привязан к идее надежно, иначе, что жить невозможно. Забывшие заветы Творца. Всеобщий Отец всемогущий, с любовью миры создающий, желает от нас одного. Свободно, чтоб жили, счастливо, как целого часть коллектива прекрасные дети его. Порывом душевным и слогом, идущим по этой дороге, я мудрости гимны пою. Свою глубину познавая, мечтаю, люблю, созидаю на жизни переднего краю. Я сам, как уже говорилось, строитель, отделочник. И поэтому невольно в работе что-то у нас пересекается. Потому что в отделке каждый, наверное, знает, что если он нанимает мастера, хочется, чтобы было все красиво. Садитесь, кто... Первый ряд с вопросом, проходите. По реалмайке, или же? Каждому заказчику всегда хочется, чтобы было красиво, изящно сделано. Чтобы душой вложено было там какой-то такой тонкость в отделке. И то же самое в нашей поэтической деятельности эта необходимость присутствует. И поэтому поэзия отделки, есть такое стихотворение, оно родилось, в общем-то, буквально на объекте. И я позволю его зачитать своему электронному другу. Поэзия отделка. Песок, лазурь, керамика, гранит. Пускай выкладка только украшала и посмотреть тянула, как магнит. Палитра я разноцветных чувств и мыслей, мозаика я возвышенных идей. Чудес цените я множу числа. Любуйся, пользуйся, владею. Ремонт обременности подоспеет. Взмаху руку молодей мастера. Их творческую силу подогрею. Стремлением наших яркая пора. Скрытая реклама своего канала. Явная реклама своего канала. Надо было очень крупными строчками подписать. Пишется само собой. Из логики вещей все вытекает. Опять же, раз строитель пишет стихи, то как это все получается? Ты писать успеваешь когда? Мне вопрос иногда задается. Неужели, помимо труда, на стихи еще сил остается? Удивляюсь порою и сам. Я не думал об этом ни разу. Однозначно. Хвала небесам, что дают мне и рифму, и фразу. То в автобусе слог не спеша, по дороге с работы шлифую. То отчетами дома шурша. Излоблю вдруг идею какую. Поздней ночью иной раз сижу, когда все уж давно в сонном царстве. И узоры истории вижу. О добре, благородстве, коварстве. Помогает живой интерес. В этом деле присутствие важно. Отступают усталость и стресс перед истинной жизнью сермяжной. Что при части изящных резьбах безупречные словесаторочки, чья-то может зависеть судьба от единой прочитанной строчки. Благородных задумок царец хорошенько в душе обожжется. Передать, что желает Творец, в чистых душах затем отзовется. И такое ли мне есть что сказать, чем возможно с людьми поделиться. Пусть перо не устанет дерзать и читателя радость продлится. Не заметив усилий, труда, Создавать ваш поэт не устанет, Провожая в дорогу, когда На крыло крепко стих новый встанет. О, до автобуса. Люблю неспешный я автобус. Надежный свой транспортный... Нет, здесь немножко другая темповая. Стилистика. Люблю я неспешный автобус. Надежный свой транспортный вид. Пожалуй, уже целый глобус Путями моими обвит. Набитый на бочку с селедкой, Трудяга похож иногда. Поездка бывает короткой, Но стоит немало труда. Пакетами связаны руки И заняты напрочь места. Однако души не до скуки, Прожившей на свете полста. Расслаблено сосредоточен, На мирно настроенный лад, Живу я, любовью упрочен, Свободен и искренне рад. Помазанный ею, Омытый, Отправив амбиции прочь, Простому общению, Открытый, Готовый любому помочь, Глазами хаджина среди дина, Увижу среди толчаи И глупости чьей-то причину, И мудрости чьей-то ручьи. Как будто весенняя почка В природной своей красоте Рождается юная строчка, Нередко в такой тесноте. Она проявление жизни, Сердечного чувства, Штришок. Пускай это песня отчизни, Наивный детский стишок, Другой раз во время маршрута В салоне нет никого, Стихи посвящая кому-то, Летишь, будто птица легко. Простите, лихие таксисты, Полезны, конечно, и вы. Запал, посвященный речистой, Сегодня автобусу только, увы. К тому, что ему буду верен, Склоняется чаша весов, Наверное, сам я размерен, Живя без подсчета часов. Ну, пришло время, наверное, Уже сказать что-то на память, А то читаем, читаем. Вот мы помянули Хаджуна Среддина. В те дни светлее Бухары Была лишь Мекка и Медина. Счастливей не было поры, Когда встречали нас Среддина. Вздохнет диканин и кузнец, Размяв натруженные спины, Вернет им радость, наконец, Задорный голос на Среддина. Улен неправ и бай жесток, Давно известная картина, Умеет вы смеете порог, Язык разящий на Среддина. Мрачнее тучи злой мир, Крестутся все пред господином, В разгаре самым прерван пир, Смучаном этим Насреддином. Опутан город вековой, Шпионов липкой паутиной, Но ни за что народ простой, Властям не выдав нас Среддина. Зацвел раскидистый миндаль, Ирдей сочная малина, Завыл бедняк свою печаль, Услышав байки на Среддина. Зовет свобода снова в путь, Прощай, родимая долина, Пол мира может обовнуть, Послушный ослик на Среддина. Плывут года, за веком век, Удачный день, без зла година, Восточный помнит человек, Веселый образ на Среддина. Великий мастер побеждать Нахальство, глупость и кручину, Умеющий любить, мечтать, Таким мы знаем Насреддина. Пусть занесла кого куда Слепая времени машина, Чанун, попробуй иногда, Похожим быть на Насреддина. Браво! Вот такие люди у нас живут В наших краях. Насреддин заходил наверняка И ученкин древний. И поэтому от него остались Вот такие стихи. В Москве тоже такие читают. Есть, да? Я видела в Подмосковье. В Сильнограде в частности. Это где-то, в Воскресенске, может быть, В Сильнограде. В Сильнограде уже читают. Да, в Баренков там ходит и читает. Вот, видите, как слава идет. Есть, есть. Потому что каждому хочется Быти ребенком. Каждому. Прекрасно. Хочется помнить. Ходжа Масыр. Ходжа, почему его так зовут? Потому что человек, Ходивший в Мекку, Получает, ну, скажем, статус Ходжа. Тот, кто был в Мекке. Поэтому вот так называется. Бороться, искать, сверлить И не сдаваться. Ну, здесь я тоже, наверное, Из скромности, Или сказать, без ложной скромности Уступлю место людям, Которые прочитали это стихотворение. Мы в Ченкенте делали Такой же творческий вечер. В библиотеке коллеги Анастасии Сделали прекрасную такую встречу. И они же... Просто искать, сверлить И не сдавать. Мы, мирные люди, Но наш перфоратор Всегда, как у многих сетей, Прекрасно пока еще Дрождев жадный. И радость метая с людьми. Все контакты, которые Дрождев жадный. Все контакты, которые Дрождев жадный. Все контакты, что вам жить, Потрясать. Потрясающе. Чтобы мы нашли... Добрый день. Дрождев жадный. Это, значит, трясется перфоратор наш И дает нам вдохновение к новым песням. Песня на казахском языке Саржайлау Песня о красотах нашего края О горах, о озерах, о прекрасных лесах, о степях. О том, что это все создано ради тебя, человек. И ты должен смотреть, наслаждаться, любить, пользоваться. Все для тебя. Саржайлау. Песня на казахском языке Саржайлау. Песня на казахском языке Саржайлау. 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 Саржайла. Саржайла. Саржайлау. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok